Житие преподобного отца нашего Ефимия Великого Память 2 февраля по новому стилю Преподобный Ефимий происходил родом из города Мелитины в Армении, близ Ефрата. Родители его, Павел и Дионисия, оба христиане, происходили из знатного рода и были украшены добродетелями. В течение многих лет они были неплодны и бездетны, о чем они глубоко скорбели. Посещая находившуюся вблизи от города церковь святого мученика Палиевкта, они всегда молились Богу, чтобы разрешилось их бессчадие. И вот, когда они в одну ночь пребывали в усердной молитве, последовало им такое божественное видение, и они услышали «Утешьтесь, ибо Бог дарует вам сына, тезаименитого утешению, потому что при рождении его Бог подаст утешение церквам своим». После этого видения Дионисия зачала сына, которого еще до рождения родители его обещали посвятить Богу. И вот родился у них сын, и они нарекли его Евфимием. В то время на востоке царствовал Валент, а на западе племянник его Грациан. Для церквей Христовых, смущаемых орианами, не было еще мира и тишины, начиная со времени царствования Констанция, сына Константинова. До самой смерти Валента православные в течение почти сорока лет терпели преследование и насилие. Когда же родился святой Ефимий, все скорби святых церквей превратились в утешение и радость. Не исполнилось еще и пяти месяцев после рождения Ефимия, как нечестивый император Валент был побежден барбарами, опустошавшими Фракию, и во время бегства, скрывшись в одном селении близ Адрианополя, в сарае сгорел. Таким образом, сей нечестивец ужасно погиб от огня временного, который был для него как бы преддверием огня вечного. С погибелью этого нечестивого царя погибла и вся Арианская, и вскоре со вступлением в царство Феодосия Великого, для святых церквей наступила тишина и мир. По происшествию довольно непродолжительного времени отец Ефимия скончался. Дионисия же, исполняя обет свой, привела отрока Ефимия к брату своему, пресвитеру Евдоксию, который был духовным отцом епископа Милитинской церкви Отрия, посвящая сына своего, как некогда Анна Самуила Богу. Евдоксий же привел отрока к епископу и поведал ему все о нем, как после некоего божественного явления и гласа он был дарован неплодным родителям ради усердной их о том молитвы и что он еще до рождения был обещан на служение Господу. Епископ Отрий, услыхав это и удивившись неповеданному, сказал, — Воистину Дух Божий почивает на всем ребенке. Приняв отрока к себе вместо сына, отрищательно заботился об его обучении, поручив это дело двум учителям из клириков Акакию и Синодию, мужам благоразумным и добродетельным, из которых в каждой посредстве в свое время был епископом той же Милитинской церкви. Когда блаженный Ефимий хорошо изучил божественные книги, епископ поставил его в очтеца, а мать его, блаженную Дионисию, с непрестанным усердием служившую Богу, посвятил в диакониссы своей церкви, затем в святой Ефимий, с юности известный своей добродетельной жизнью и непорочным девством, прошедший все низшие церковные степени и бывший уже иноком, посвящен был в сан пресвитера. Вместе с тем ему поручено было, хотя он и не хотел начальствования и попечения о монастырях, находившихся в том городе, так как он с детства весьма возлюбил иночество и безмолвие. Посему преподобный Ефимий часто пребывал в монастыре святого мученика Полиевкта, отстоявшем в некотором отдалении от города. В одни же святой Четыредесятницы он удалялся в одну пустынную гору и там предавался безмолвию среди подвигов и трудов, известных единому Богу, сознавая же, что настоятельство и управление монастырей препятствует его безмолвию. Вместе с тем избивая славы человеческой, преподобный на двадцатом году жизни тайно ушел в Иерусалим. Поклонившись честному кресту и гробу Христову и прочим святым местам, он посетил святых отцов, живших в окрестной пустыне, и, рассмотрев житие и добродетель каждого, пощился к подражанию им. Потом он пришел в Лавру Фаранскую, отстоявшую от святого града в расстоянии шести поприщ и, нашедший вне монастыря одну пустую келью в уединенном месте, поселился в ней, не имея совсем ничего. Обучившись плетению корзин, он питался от труда рук своих, и так, освободившись от всякой земной заботы, он имел лишь одно попечение — как угодить Богу. Был у святого Евхимия сосед и друг, преподобный феоктист, с которым он соединился такой духовной любовью, что оба они имели одну волю, одно стремление к Богу, один общий подвиг. Они передавали друг другу свои мысли, и каждый из них как бы заключен был в душе другого. Чем бы один ни пожелал, к тому и другой стремился, как будто в двух телах была одна душа. Ежегодно, после осьмого дня святых появлений, Ефимий и феоктист удалялись в пустыню Кутильскую и там пребывали до недели цветоносной, тело, изнуряя постом и трудами, душу же питая духовной пищей. Потом они возвращались, каждый в свою келью, с обильным богатством добродетелей, которое они и приносили воскресшему Христу. Проживая таким образом в Фаранской доклавре, преподобный Ефимий однажды вместе с блаженным феоктистом, в обычное время ударился в Кутильскую пустыню. Проходя по пустыне, они пришли к одному утесу, около которого был расположен дикий овраг, в глубине которого протекал поток. На севере от потока на утесе находилась пещера, в которой жили звери и в которую можно было лишь с трудом пробраться по стене. Обрадовавшись, как будто место это было приуготовано им самим Богом, они поселились там, питаясь растущими кругом травами и в лавру уже не возвращались. По прошествии некоторого времени, когда Бог благоизволил явить преподобных для пользы верующих, то по его устроению некоторые пастухи из Лазарии привели сюда стадо свои к этому потоку, и когда они подняли взоры свои вверх на гору к пещере, то заметили неожиданно двух мужей, ходивших по утесу, и, испугавшись, обратились в бегство. Отцы же с кротким голосом кричали им след — «Не бойтесь, братья, не бойтесь, ибо и мы люди, но ради грехов наших живем в этом месте». Тогда пастухи, ободрившись, пришли к ним, пошли в пещеру, не найдя там ничего потребного для темной жизни, они изунылись и потом возвратились домой, рассказав о преподобных своим домашним. После того к преподобным Ефимию и Фреактисту начали приходить жители Лазарии, принося им необходимые для житейских потребностей. Между тем и фаранские отцы, заметив, что преподобные не возвращаются, долгое время искали их в пустыне, пока не узнали, где они находятся. И после того, как нашли их, стали их часто посещать. Потом некоторые пожелали поселиться вместе с ними. Первыми, пришедшими к преподобному Ефимию и Фреактисту и не возвратившимся в лаву, были Марин и Лука. Потом стали стекаться и другие, ибо слава о преподобном Ефимии в непродолжительное время распространилась повсюду, и многие стали стремиться узреть его и подвязаться под его руководством. Он же, принимая приходивших, поручал им руководство друга своего, блаженного Феактиста, ибо сам возлюбил более всего уединение. В скором времени в пустыне было устроено Кеновие, а пещера была обращена в церковь. Преподобный Ефимий был духовным врачом всех. Каждый из братьев раскрывал пред ним свою совесть, исповедуя свои помышления, он же, обладая большую духовную опытностью, наставлял каждого с пользою, получая и увещевая, отечественно наказывая и утешая. Ко всем же братьям преподобный говорил, — Братья, для чего вы вышли из мира, над тем и подвязайтесь. И не неродите о своем спасении, но ежечасно бодрствуете по слову Господа, бдите и молитесь, да не внедите в напасть. Прежде всего знайте, что отрекающимся от мира и желающим проводить иноческую жизнь должно не иметь собственной воли, но блюсти всегда послушание и смиренно мудрее и в уме иметь память смертную и час судны, бояться огня вечного и желать славы царствия небесного. И еще говорил он, что инокам должно при внутреннем богомыслии трудиться и телесно, особенно юным, для телесного удручения, дабы плоть повиновалась духу. Быть подражателями апостола Павла, который трудился день и ночь, не только избивая праздности, но служа и себе, и другим, как сам он говорит, требования моему и сущим сумную. Послужисти, руцы мои сии, ибо, если миряне подъемлют столь многие труды и страдают, непрестанно работая, чтобы прокормить жен своих и детей, и от того же труда приносят жертвы Богу, творят милостыню и платят подати, то не мы ли тем паче должны трудиться на необходимую телесную потребу, дабы избежать праздности и не поедать чужих трудов. По заповеди апостола, аще кто не хочет делати, ни же да яст. Тогда преподобный отец наш Ефимий, наставляя братья, побуждал их к трудолюбию. Он заповедовал не разговаривать ни в церкви во время богов служения, ни на трапезе во время еды братьи, но повсюду хранить молчание, внимая Слову Божию. Когда он видел кого-нибудь из братьев, особенно юных, хотевшего поститься воле прочей братьи, то не одобрял этого и не допускал, чтобы брат следовал своей воле, но требовал, чтобы он соблюдал общее для всех время воздержание и время трапезывания. Преподобный наставлял, чтобы брат ел на трапезе с воздержанием, не просыщая чрево, но вкушая менее, чем оно требует, дабы таким образом скрыть свое поздничество, не разглашая о нем открыто, а тайно вооружившись против восстающих страстей. Просвещаемые такими наставлениями и поучениями преподобного Ефимия братья подвязались и приносили плод, достойный своего звания. Теперь надлежит нам сказать о спевете и теревоне, начальниках сарацинских, о том, как они были обращены Ефимием к Богу. Жил в Персии один елен по имени Аспевет, имевший юного сына Теревона, который был поражен бесом, вследствие чего вся правая сторона его от головы до ног иссохла, и никто не мог его вылечить, хотя к нему приводили многих опытнейших врачей. Потом Аспевет вместе со своим больным сыном переселился в Аравию. Это произошло следующим образом. В начале поднятого тогда в Персии магами гонения на христиан в конце царственния из Дегерда всем военно-начальникам, среди которых был и Аспевет, было приказано тщательно стеречь все дороги так, чтобы ни один из христиан не мог убежать из Персии к грекам. Тогда Аспевет, видя столь великую злобу против ни в чем не повинных христиан, сжалился над ними и не только не препятствовал бежать им из земли персидской, но и сам, насколько мог, помогал им, защищая от опасностей и смерти. Вследствие сего он был окриветан неверными пред царем из Дегердом. Боясь мучений, Аспевет, взяв своего сына, имущество и всех домашних, поспешно бежал из Персии в пределы греческого царства. Царь же греческий, приняв его, вручил ему начальство над Сарацинами, жившими под властью греков в Аравии. Когда Аспевет поселился там, сын его Теревон увидел в сонном видении преподобного Ефимия, обещавшего ему выздоровление, если обратиться ко Христу. Проснувшись, Теревон рассказал отцу о своем сновидении. Тот же немедленно взял отрава и в сопровождении множества слух пришел к монастырю. Братья, увидев множество сарацин, испугались. Блаженный же феоктист, вышедший к сарацинам, спросил их. — Чего вы ищете? Они отвечали. — Раба Божия Ефимия ищем. Феоктист сказал им. Здесь живет тот, кого вы ищете. Но до субботы он ни с кем не видится, потому что безмолвствует. А Аспевет, взяв за руку феоктиста, показал ему на своего больного сына и приказал ему самому рассказать все о себе. Отрок начал говорить. — Я год тому назад получил эту язву в Персии и, испытав на себе врачебное искусство врачей и волшебные заклинания магов, не получил никакой пользы, но еще более заболел. Придя же сюда, в аравийскую страну, и не чувствуя никакого облегчения, я в одну из ночей, лежа на своем одре, размышлял о том, получу ли я когда-нибудь исцеление, и говорил сам собою. — О, Теревон! Где же врачебное искусство и еленов, и персов? Где волхвования и чары? Где сила наших идолов? И какая от них польза? Где выдумки звездочетов и басни нашего учения, и бесполезные призывания наших богов? Поистине все это только мечтания, достойные смеха, ибо совершенно не помогает никому без соизволения единого истинного Бога. Рассуждая так, я обратился к молитве и со слезами молился, говоря, — Боже, великий и страшный, сотворивший небо и землю, если помилуешь меня и избавишь от этой лютой болезни, то я буду христианином, оставив все беззакония и заблуждения еленские веры. Так, помолившись, я уснул и увидел во сне некоего инока с проседью и большой бородою. Он сказал мне, — Чем ты страдаешь? Когда я показал ему свою болезнь, он мне сказал, — Исполнишь ли то, что обещал Богу? Я отвечал, — Исполню, если освобожусь от этой болезни. Тогда старец сказал мне, — Я Ефимий, живущий в восточной пустыне, в расстоянии десяти поприщ от Иерусалима, недалеко от пути, ведущему миру Хон. Итак, если хочешь истелиться, приди ко мне, и Бог через меня истелит тебя. Обо всем этом, что я видел и слышал во сне, я рассказал своему отцу. И вот мы пришли сюда по повелению явившегося мне в видении. Молим тебя, покажи нам этого врача Богом явленного. Блаженный феортист пошел и поведал великому Ефимию о всем, что слышал. Тот же, рассудив, что неуместно противиться Божью повелению, вышел из своего безмолвия и, пришедший к больному, помолился о нем Богу, ознаменовал его крестным знаменем и тотчас теревон выздоровел, как будто никогда не болел. Варвары, пораженные столь внезапным исцелением теревона, уверовали во Христа, и все, поогнить на землю, просили крестить их. Ефимий же чудотворец, видя, что они от всей души уверовали в Бога, совершил над ними оглашение и крестил сначала Аспевета, которого наименовал Петром, после всего Марина, брата жены Аспевета, потом теревона, а также всех с ним пришедших сарацин. Продержав их у себя сорок дней, преподобный просветил их Словом Божьим и, утвердив веря, отпустил в их отечество. Марин же, дядя теревона, не ушел из монастыря, но принял в нем пострижение и пребывал здесь до самой своей кончины. Он много угодил Богу и был игуменом обители той после преподобного феоктиста, как о том будет видно из дальнейшего. Что же касается значительного имения его, которое он принес в дар монастырю, то частью оно роздано было нищим, частью истрачено на построение и расширение монастыря. Между тем, после того, как молва о чудесном исцелении теревона повсюду распространилась к блаженному Ефимию, врачу безместному. Отовсюду стали истекаться множество больных, и все скоро получили исцеление и возвращались здоровыми. Впоследствии сего имя святого прославилось не только в Палестине, но и по окрестностям областным. Преподобный же, видя, что нарушается его безмолвие, скорбел и тужил о том, что многие приходят и прославляют его, памятуя о прежнем своем безмолвии и помышляя тайно уйти в пустыню, называемую Рува. Блаженный феоктист, узнав об этом, возвестил братья. И вот все, собравшись, пришли и пали к ногам преподобного Ефимия, умоляя его со слезами не оставлять их сирыми. Он же, желая утешить их, обещался сначала не удаляться оттуда, но по прошествии немногих дней, побуждаемый желанием пребывать в непрестанном безмолвии и, будучи не в силах более терпеть мирскую молву, тайно ночью вышел из монастыря, взяв с собою одного ученика, Домитиана, добродетельной жизни, происходившего родом, как и преподобный из Мелитины, и пошел в Руву. Проходя по южной пустыне около Мертвого моря, он взошел на высокую гору, отдаленную от других гор, называемую Марда. И, нашедший на ней колодец с водою и развалившуюся хижину, перестроил ее и поселился там, и прожил несколько времени, питаясь пустынными травами. Потом преподобный ушел в пустыню Зив, расположенную близ селения Аристовулиады, желая увидеть там пещеру, в которой некогда скрывался Давид, убегая от Саула. Увидев то место, преподобный Ефимий устроил там монастырь. Поводом к построению монастыря послужило следующее. Сын старейшины селения Аристовулиады был одержим нечистым духом и с воплем крепким громко призывал имя Ефимия, ибо так невидимо повелел ему Бог. Отец же юноши и родственники тщательно расспрашивали повсюду Ефимии, кто он и где находится. Узнав, что он пребывает между Капарварихом и Аристовулиадой, в Давидовой пещере отец больного привел к нему бесноватого сына. Как только последний увидел святого, бесточев поверг его на землю и вышел из него. Когда весть о чуде распространилась, то пришли к святому многие из окрестных селений и выстроили ему монастырь. Собрались братья около него, и Бог посылал им пищу. Святой обратил там многих, принадлежавших к манихейской ереси, в православие, убедив их предать проклятию ереси начальника Маниса. Потом, чувствуя беспокойство от множества приходивших посетителей, сказал ученику своему Домитиану «Пойдем, чадо, и посетим преподобного Феоктиста и братьев». И они пошли. Приближаясь к Кеновии, преподобный Ефимий нашел на горе место, которое ему понравилось, и на котором впоследствии возникла его лавра. Место это было ровное, уединенное, и воздух был здоровый. И остановился он там, в попавшейся небольшой пещере, где впоследствии по представлении его было погребено тело его. Блаженный Феоктист, узнав о приходе преподобного Ефимия, поспешно вышел приветствовать его и молил его прийти на жительство в свое место в Кеновии вместе с братьями. Но Ефимий не согласился и лишь обещался по всем воскресеньям приходить на церковное богослужение. А с привет, он же и Петр, услышав, что преподобный Ефимий возвратился в свое место, возрадовался и пришел к нему с множеством сарацин, с женами и детьми и просил его сказать им слово спасения. Старец же, преподав им поучение, обратил ко Христу всех пришедших со приветом. Приведший их в Нижний монастырь, он просветил их святым крещением и пробыл с ними семь дней, поручая и утверждая их вере. После этого, стремясь к безмолвию, он возвратился в свою пещеру. А с привет Петр, видя, что старец не имеет кельи, но живет в небольшой пещере, призвал каменщиков и соорудил святому три кельи, небольшую церковь и пекарню. Потом он сделал двуустый водоем и довлетворил преподобного всем необходимым, дав бы он ни в чем не испытывал лишений. Новокрещенные сарацины не хотели более отлучаться от преподобного, но, желая всегда насыщаться его поучениями, просили святого позволить им жить близ него. Но Ефимий не согласился на это, боясь, что тогда совершенно нарушится его безмолвие. Но при вече и другое удобное место велел им построить для себя кельи и церковь и назначил для них пресвитеров и диаконов. С каждым днем собрание их умножалось, ибо проходило много сарацин, которые принимали святое крещение. Преподобный часто посещал их, получая Слово Божие. Когда селение не стало представлять как бы большой город, преподобный обратился к Патриарху Иерусалимскому Ювенарию с просьбой посвятить Петра отца Теревонова во епископы для новопросвещенных сарацин и был поставлен Петр во епископы, удовлетворяя духовным нуждам множество сарацин, принявших святую веру. Преподобный Ефимий не хотел иметь сожителей на том месте, где безмолвствовал, и потому не устраивал ни киновии, ни лавры, но отсылал приходившие к нему для пострижения в Нижний монастырь преподобному феоктисту. Также, если кто приносил ему что-либо для телесных потребностей, все отсылал в монастырь феоктистов. Когда же Бог благоизволил заселить то место многими иноками, то повелел великому Ефимию в видении, чтобы не отгонял приходящих к нему ради спасения. Однажды к нему пришли три брата по плоти, родом каппадокийцы, воспитанные в Сирии, Косма, Хрис-Сип и Гавриил. Они горели духом в духовном усовершенствовании, но старец не хотел принять их, частью потому, что любил свое безмолвие, частью потому, что они были молоды, особенно же потому, что младший из братьев Гавриил от чрева матери был с копцом и очень юн, и лицом походил на женщину. Тогда ночью последовало преподобному некоторое божественное явление, в котором к нему был голос. Прими этих братьев, потому что Бог послал их, и впредь не отклоняй никого, хотящего спастись. Тогда святой принял их и сказал старшему из них Косме, — Вот я принимаю вас, как повелел мне то Бог. Сделай же и ты, что я прикажу. Не позволяй младшему брату выходить из кельи, чтобы никто из прочих братьев его не видал, ибо не подобает жить в лавре женскому лицу, дабы не поднялась против кого-либо вражья брань. Потом святой предрек ему то, что имеет последовать. — Как я полагаю, — сказал он, — ты недолго пробудешь здесь, ибо Бог хочет вручить тебе епископство в Скифопольской церкви. Предсказание это впоследствии действительно сбылось. После этого преподобный начал принимать всех приходящих. Так он принял Дамнина, родом из Антиохии, племянника Иона, архиепископа Антиохийского. Принял и трех других братьев-мелетинцев, племянников того синодия, который вместе с Акакием был учителем Ефимия по имени Стефана, Андрея и Гаиана, затем и Анна пресвитера Раивского, Анатолия и Фаласия, также Кириона из Тибериады, пресвитера церкви святого мученика Василия в Скифополе. Приняв всех их, он повелел епископу Петру сделать им небольшие кельи и украсить церковь со всевозможным благолепием. Таким образом он устроил лавру по образцу Фаранской и пришел в лавру патриарх Иерусалимский Ивенарий со святым Пассарионом, бывшим тогда хор-епископом и Иссихием, пресвитером и учителем церковным, и осветил лаврускую церковь. Ефимию было в то время пятьдесят два года от рода. Поставил патриарх и двух диаконов для лавры Домитиана и Домнина. Пресвитерами же были Иоанн и Кирион. Радовался духом великий Ефимий об освящении своей лавры, особенно же о том, что увиделся с патриархом, пресвященным Пассарионом и Иссихием богословом, которые оба были преславными светильниками. Но святой Пассарион почил, когда не исполнилось еще семи месяцев после этого, находясь в глубокой старости. В первый год по освящении лавры, когда братья вместе с преподобным Ефимием находились в великом стеснении относительно телесных потреб, на первое время был поставлен экономом Домитиан. Случилось однажды, что толпа армян, шедших из Святого Града к Иордану, свернула с пути вправо и пришла в лавру. Ибо Бог так устроил, чтобы добродетель и вера великого отца просияла еще более. Их было не менее четырехсот человек. Увидев их и заметил, что они голодны, преподобный призвал эконома Домитиана и сказал, — Предложи этим людям поесть. Домитиан же отвечал, — Отче, Келар не имеет чем насытить десять человек. Откуда же я возьму хлебов для такого множества народа? Святой, исполненный пророческой благодати, сказал, — Вступай и исполни, что я повелеваю тебе, ибо Дух Святой говорит, что люди эти будут есть досыта, и нам останется пища в изобилии. Домитиан, пойдя в хлебню, где лежало немного хлебов, не мог оттворить дверей, потому что Божие благословение наполнило келью до верха. Призвав некоторых из братьев, он с помощью их вышиб дверь келью. То же благословение произошло и с вином, и с елеем, ибо сосуды внезапно все наполнились и ели все и насытились. В течение целых трех месяцев не могли вставить дверь на свое место по причине произобилия хлебов. Хлебы не умолялись, как некогда не оскудевали у странно-любивой вдовицы в Сарепте Сидонской водонос муки и чванец елея. Домитиан, удивившись тому чуду, бросился к ногам учителя, прося прощения. Старец же, вразумив его, преподал поучение о странно-любии и надежде на Бога. С того времени лавра стала умножаться, благословляться всяким им изобилием и расширяться здания метели. И совершалась в церкви каждодневно божественная служба. Эконом вынужден был для потреб монастырских приобретать скот ради служения братьи. В лавре был некий брат родом из Осии по имени Амксенти, весьма пригодный для этой монастырской службы. Эконом просил его стеречь и пасти лошаков и ослов монастырских, но он не послушался. Тогда Эконом обратился к пресвитерам и Анну и Кориону и вместе с ними упрашивал Амксентия взять на себя эту службу, но тот не послушался их. По наступлению субботы, когда явилась возможность беседовать с великим Ефимием о монастырских делах, Эконом поведал преподобному о непослушании Амксентия. Преподобный, призвав Амксентия, сказал ему, послушай нас, чадо, и прими возлагаемое на тебя послушание. Тот же отвечал. — Не могу, честный отче. Мне препятствует исполнить это три причины. Первая — это то, что я иноплеменник и не могу говорить на местном языке. Вторая — страх греховного падения. Третья — что, имея попечение о скоте, я уже не буду в состоянии сидеть в келье богомыслии и безмолвствовать. Великий Ефимий сказал на это. Морим Бога, чтобы ты не получил никакого вреда от всего того, что Бог знает, что ради страха пред Ним ты служишь рабам. Его послушай, Господа Глаголющего. Сие человеческий не прииде, да послужите ему, но послужите и ище. Не ищу воли моей я, но воли пославшего меня отца. Ну и после таких увещаний преподобного Авгсентий ожесточился и не послушался. Тогда преподобный, разгневавшись, сказал. — Мы, чада, советуем тебе, что для тебя полезно, а ты не слушаешь. Увидишь, какая нахрада и неповиновение. И тотчас Авгсентий упал на землю в припадке обеснования, трепеща и тросясь. Присутствующие же отцы просили за него святого. И тот, едва умоленный, водил его и, знаменовав знаменем креста, исцелил. Пришедший в себя Авгсентий, припав к нам святого, просил прощения. Святой сказал ему. Послушание есть великая добродетель. Ибо Бог послушание требует паче, нежели жертвы. Прислушание же соделывает смерть. Потом, сотворив над Авгсентием молитву, преподобный Ефимий благословил его и сказал. — Все здравьеси, к тому не согрешай, да не горше те, что будет. После этого Авгсентий принял возложенное на него послушание и с усердием стал исполнять его. Два брата, Марон и Кремати, обременяясь суровую жизнь песню в лавре. Сговорились ночью бежать и уже приготовились к тому. Намерение их стало известным преподобному Ефимию. Он узрел в ведении дьявола, набрасывающего на них узду и влекущего в смертоносные сети. Тотчас же призвав их, преподобный обратился к ним с продолжительной беседой, получая в терпении, убеждая и наставляя их оставить свое пагубное намерение. Говорил он и о том, что должно тщательно блюсти в себя. Адам, будучи в раю, приступил к заповедь Божию, и он же соблюл ее, сидя на гноище. К этому увещанию он прибавил и следующее. Не должно нам допускать лукавых помыслов, вселяющих в нас печаль или ненависть к месту, в котором живем, или к сожителям. Не должно слушать помыслов, советующих перейти на другое место. Но нам необходимо ежечасно быть трезвыми и отвращать ум свой от козни и бесовских, дабы с переходом нашим не разрушалось наше правило, ибо дерево, часто пересаждаемое, не приносит плода. Если кто захочет сотворить что-либо хорошее на месте, где живет, и не сможет, то пусть не думает, что он в состоянии управить это в другом, ибо доброе дело достигается не местом, а изварением и верою. Выслушайте один рассказ, который я слышал от египетских иноков. Один брат жил в Египте в Кеновии и часто гневался, и волновался, и бранные слова были постоянно на его устах. Пришечь его ныне, он ушел из монастыря и поселился в уединении, полагая, что если ему не с кем будет беседовать, то освободится от своей привычки гневаться. В один день, когда он, ради некоей потребы, налил сосуд воды, тот опрокинулся. Он наполнил его во второй раз, но сосуд опять опрокинулся. То же случилось и в третий раз. Брат, будучи обощен бесом, разгневался на сосуд и, схватив, разбил его. Когда святой Ефимий говорил это, Кремати рассмеялся. Старец же взглянув на него сказал, — Не прельщен ли ты над бесом, что безумно смеешься? Разве ты не слышишь, что Господь смеющихся считает отверженными, а плачущих ублажает? Сделав это, преподобный отворотился от Крематья и пошел в свою внутреннюю келью. Кремати же тотчас же пал ниц, объятый трепетом, ибо на него напал какой-то страх и ужас. В то время находился там Демитиан. Он собрал некоторых из отцов и, вошедший к преподобному, просил просить Крематия. Вняв им, святой вышел и поднял лежащего и знамением креста, уврачевал его. Причем сказал, — Впредь внимай себе и не пренебрегай наступлением отцов, принимая их, как бы Божие слова, и сделайся весь оком, как мы слышали о херувимах. Тщательно соблюдай себя отовсюду, ибо ты ходишь посреди сетей. Так, наказав брата и наставив обоих, заговорившихся бежать, преподобный отпустил их в свои кельи утвержденными. В те времена был собран в Эфесе на нечестивого нестория Третий Вселенский собор. Тогда пришел из Меретины в Палестину для поклонения вышеупомянутый синодий, который вместе с Акакием во время юности преподобного был его учителем. Имея в лавре Ефимия трех вышеназванных племянников Стефана Андрея и Гайяна, в синодий пришел туда и облабызав преподобного Ефимия, рассказал ему о нечестивой ересине истории, который по попущению Божью был в некоторое время патриархом Константинопольским, и возмутился своими лжеучениями всю Вселенную. Рассказал ему о ревности православии блаженного Кирилла, архиепископа Александрийского, и Акакия, епископа Меретинского, бывшего некогда учителем его. И радовался за них преподобный Петру, некогда именовавшемуся Аспеветом, а в то время бывшему уже епископом Сарацинским, который вместе с другими палестинскими епископами отправлялся на собор Ефесский. Преподобный повелел держаться в учении Кирилла и Акакия и всячески их защищать. По окончании собора и низложении Нестория Петр, возвратившись, подробно рассказал старцу обо всем, происходившем на соборе. Старец радовался об утверждении православия, но скорбел об Иоанне, архиепископе антиохийском, который, будучи православным, защищал Нестория. Диакон Домнин, скорбя о дяде своем, просил великого отца отпустить его в Антиохию для исправления своего дяди. Но святой сказал ему, не ходи, чадо, если останешься на том месте, на которое призван, и не послушаешь помысла, хотящего отторгнуть тебя от пустыни, то преуспеешь в добродетели и прославишься о Боге. Если же прислушаешь меня и пойдешь, то примешь престол в дяде твоего, но не на пользу, и не долго будешь почитаться на нем, ибо он вскоре будет отнят у тебя злыми людьми. Но Домнин, не послушав заповеди отца своего, пошел без его благословения в Антиохию, и сбылось на нем все, предсказанное святым. В последствии он возвратился к старцу, плача, якаясь и удивляясь прозорливости святого. О сем преподобном отце нашему Ефимии, преподобный Кириак, отшельник, ученик его, свидетельствует следующее. Никогда мы не видели его искушающим, кроме субботы и воскресенья, не беседующим с кем-либо, за исключением великой необходимости, не спящим его на боку, но иногда лишь дремлющим сидя. Иногда же он брался обеими руками за веревку, протянутую в углу его кельи и так, по телесной необходимости, немного спал. Ибо он подражал в житии своем тому преподобному Арсению и с услаждением слушал о нем от приходивших из Египта братьев. Некий Анастасий, сосудохранитель церкви Святого Воскресения, желал видеть великого Ефимия и вместе с другими своими клириками иерусалимскими пошел в его лавру. Преподобный Ефимий, проведя духом их пришествия, призвал лавровского эконома Хрисия Апа и сказал ему, приготовься к принятию гостей, ибо вот идет патриарх Иерусалимский. Когда гости пришли, преподобный принял Анастасия, как патриарха, и беседовал с ним, как с патриархом. Все присутствующие удивлялись. Эконом же Эхрисип подошедший сказал на ухо старцу. Честные очи, здесь нет патриарха, это Анастасий, сосудохранитель. Святой, удивившись, сказал, — Верь мне, чадо, что доселе я видел его, облеченным в патриаршие одежды, и воистину и не обманулся, и во что Бог предопределяет, то так и сотворит. Сие слово преподобного было сказано во все услышание и сбылось в свое время, когда Анастасий был поставлен патриархом. Вышеупомянутый Теревон, сын епископа Петра, называемого Аспирета, взяв жену из рода своего и долгое время пожив с ней, не имел детей, так как она была бесплодна. Приведя ее к чудотворцу Ефимию, он молил его, говоря, — Знаю, Отче, что Бог послушает молвы твоей, ибо Он творит волю боящихся Его. Итак, умоляю твою святынь, помолись за всех человеколюбцу Богу, да дарует нам чадо. Святой знаменовал его и жену трижды знамением Святого Креста и сказал им, — Все Бог дарует вам чадородие, и вы будете иметь трех сыновей. Был некий брат в лавре по имени Емелиан, который однажды ночью на рассвете воскресенья от бесовского наваждения возгорелся плоскою страстью и смущался нечистыми помыслами, чувствуя в сердце вожделение греха. Случайно преподобный Ефимий, идя к утренней в церковь, проходил мимо того места, где стоял брат, смущенный похотением. Обоняя смрад блудного беса и уразумев происходящее, святой сказал, — Да запретит тебе Бог, проклятый нечистый дух! И тотчас брат упал на землю, изрыгая пену и беснуясь. Собрались братья, принесена была свеча, и сказал преподобный братья. Видите ли брата его сего? От юности своей доселе он жил добродетельно, в чистоте телесной. Ныне же, когда он ненадолго увлекся плоткою похотью, и помышлял с вожделением, и услаждался нечистыми теми помыслами, им овладел бес. Получим же и мы наставление с таковой его скорби. И пусть каждый знает, что есть ли кто, хотя и не прикасается к чужому телу, и не творит нечистого поводу греха, но умом любодействует, увлекаясь нечистыми помыслами, удерживая их, соизволяя на них и услуждаясь ими. Тот блудник и бес им обладает. К этому старцу присоединил еще следующее повествование. — Послушайте, братья, — сказал он. — Повествование, которое рассказали мне некоторые египетские отцы об одном брате, которого все считали святым, но сердцем прогневлял Бога, увлекаясь нечистыми помыслами и любодействуя умом. Когда он приблизился к кончине, пришел туда некий прозорливый старец и услышал о нем, что он болен при смерти и нашел всех жителей плачущими и говорящими. Если скончается сей святой, то нам уже нет надежды на спасение, потому что все мы спасемся его молитвами. Услышав это, прозорливый старец с поспешностью пошел к больному, желая получить благословение от этого мнимого святого и, приблизившись к жилищу его, увидел множество народа со свечами и иереев и диаконов, ожидающих епископа к торжественному погребению того святого. Войдя в горницу, старец застал его еще дышащим и, воззрев душевными очами, увидел беса, держащего трезубец. Пронзив им сердце умирающего, бес со многими муками извлекал душу его. При этом святой услышал голос с неба, ловолющий, как не упокоила меня душа его ни один день. Так тот брат скончался в муках, ибо совне он касался святым, внутри же сердца прогневлял Бога. Внимаясь ему, братья, — продолжал преподобный Ефимий, — тщательно оберегайтесь от помыслов, оскверняющих душу, ибо во время разлучения души с телом восприимут одинаковые мучения, мечтающие о блуде, как и творящий грех тот. Но помолимся о брате тем, Эмилиане, Богу, наказующему его, но не предающему смерти, да освободит его от беса и плотских страстей. Когда святой помолился, вышел бес вопия, — Я — дух любодеяния, — и наполнил все место смрадом, как бы от сожигаемой серы, — с тех пор Эмилиан освободился от нечистых похотений и сделался избранным сосудом Божиим. В то время наступило бездождие, и была великая засуха, исполнилось слово Писание, — и будет небо над главою твоею медено, и земля под тобою железно. И были все по причине засухи великой скорби. Братья с преподобным феоптистом просили преподобного Ефимия помолиться Богу и испросить дождь, ибо они знали, сколь действенна его молитва пред Богом. Но он не соглашался. Наступил праздник Богоявления Господня, и приблизился день, в который святой обычно до самой цветной недели уходил в пустыню. В обитель собралось множество народа из Святого Града и окрестных селений, нося крест и взывая «Господи, помилуй!» и пришли к великому Ефимию, не давая ему уйти в пустыню, пока не умолит Бога, да не спошлет дождь. Услышав вопли, преподобный вышел к ним и сказал, — Что ищете у человека-грешника? Я, чадо, не имею дерзновения молиться о всем Богу, ибо я грешен, и по чьейных имею нужду в его милосердии. Особенно в сие настоящее время гнева его грехи наши разделяют нас от него. Омрачили мы его образ, осквернили церковь его, работая похотям и различным страстям. Живем в лихоимстве и зависти и достойной ненависти, так как ненавидим друг друга. Всего ради он навел на нас казнь сию, чтобы, вразумленные ею, мы покаялись. Когда же мы исправим себя покаянием, тогда он услышит нас, ибо написано, — Близь Господь всем, прозывающим его воистине. Когда святой говорил так народу, все как бы едиными устами взывали, — Ты сам, отче, помолись за нас, веруем мы, что Бог услышит молитву твою, ибо Он творит волю боящихся Его. Умоленный этими словами, преподобный, взяв бывших с ними отцов, пошел в церковь, повелел молиться и народу. Повершись ниц в церкви, он со слезами молил Бога помиловать творение свое и посетить землю милостью и щедротами и напоить ее дождем. Когда он молился, внезапно подул южный ветер, небо покрылось облаками, возгремел гром и пролился большой дождь. Тогда святой восстав и окончив молитву, вышел и сказал народу, — Вот Бог услышал молитвы наши, Он благословит это пред прочими годами, посему пощитесь и вы уводить с добрыми делами Богу, сотворившему с вами милость. С этими словами преподобный отпустил народ и продолжал дождь ливня лить в продолжении многих дней, так что святый не мог по обычаю своему уйти на великую пустыню. И лето это благословилось изобилием плодов земных, пред прочими годами, согласно слову святого. На семьдесят пятом году жизни преподобного Ефимия был четвертый Вселенский собор в Халкидоне против диаскора, нечестивого патриарха Александрийского. На соборе присутствовали и некоторые из учеников преподобного, удостоившихся епископского сана, Стефан епископ Иоамнии, Иоанн епископ Сарацинский, преемник Петра Аспивета. Записав определение Халкидонского собора, они сообщили их своему альве, святому Ефимию. Он принял исповедание веры, изложенное на Халкидонском соборе, и признал его православным. И быстро пронеслась молва по всей пустыне палестинской. И между всеми иноками, из которых многие веровали неправославно, что великий Ефимий последует Халкидонскому собору. В то время пришел из Палестину некий еретик Феодосий, по образу инок, на самом же деле нечестивец, исполненный лжеучение Евтихия. Он произносил хулы на святой Халкидонский собор, утверждал, что будто бы на нем был отвергнут догмат православной веры и восстановлена неистория во лжеучения, и распространял многие другие непристойные и ложные речи. В Палестине находилась тогда царица Евдокия, супруга благочестивого царя Феодосия младшего. По смерти своего мужа она проживала в святых местах. И вот тот, вышеупомянутый еретик Феодосий, сначала увлек к отвержению Халкидонского собора царицу Евдокию, потом заразил своей ересью многих пустынных отцов и сделал их своими единомышленниками. Затем он со множеством прельщенных иноков поднял возмущение против патриарха Ювеналия. Он настойчиво убеждал его отвергнуть восстановление Халкидонского собора. Когда же тот отказался, его свергли с патриаршего престола и ушел в Ювеналии, в Константинополь, к царю Маркиану. Феодосий же, опираясь на содействие царицы Евдокии и силу ослепленных ересью иноков, ему помогающих, взошел на патриарший престол и много зла причинил православным. Епископов и клириков, не хотевших иметь с ним общения, одних низвергал, других мучил и убивал. И уже всех палестинских иноков увлек вслед за собою, кроме тех, которые были в монастырях Ефимия. Имея перед глазами пример отца своего великого Ефимия, они твердо стояли в православии. Лже-патриарх Феодосий употреблял много стараний привести преподобного Ефимия к общению с собою, непрестанно посылая к нему, умоляя и угрожая, и всеми способами стараясь уловить его в свою ересь. Но преподобный не был уловлен вражьими сетями и не поколебался от его лугавства. Как бы крепкий столб, обременяясь каждый день присылаемыми коварными просьбами Феодосия, он созвал братью и заповедал им тщательно остерегаться ереси и твердо держаться православия, удалился в великую пустынь. Многие из братьев поступили так же, избегая притеснений со стороны еретиков и, подражая отцу своему, ушли в пустыню. В это время в пустыне Ярданской был некий отшельник, пришедший незадолго. Предтем из Ликеи по имени Ерасим он прошел все правила еноческого жития и с успехом боролся против нечистых духов. Но, побеждая и прогоняя бесов невидимых, он был уловлен и прельщен видимыми бесами, еретиками, ибо впал в Ивтихиеву ересь. Услышав о преподобной Ефимии, слава о добродетельной жизни которого распространялась повсюду, Ерасим пошел к нему в пустыню Руба, где он тогда пребывал. Увидав его, он получил от него большую духовную пользу. Пробыв с преподобным Ефимием долгое время, Ерасим, насыщаясь полезными беседами от его сладкоречивого языка и наставлениями о православии, отверг лжеучение юридическое и обратился к православной вере и глубоко каялся в своих прежних заблуждениях. Сметение, произведенное еретиками в Палестине через Феодосия, продолжалось целый год. Потом пришло от благочестивого царя Маркиана повеление схватить лже патриарха Феодосия, дабы он принял суд и наказание по делам своим. Он же, узнав об этом, бежал на гору Синайскую и скрылся святая, неизвестно куда. Тогда преподобный Ефимий возвратился из пустыни в лавру свою. Когда преподобный совершал однажды божественную литургию, Теревон Сарацин и Евнух Габриил, брат Хрисипов, во время тресвятой песни видели огонь, сошедший с неба и окруживший святого, и стоял преподобный пред божественную трапезою в столпе огненном до самого окончания службы. И сам преподобный иногда передавал некоторым из братьев, святый, что он часто видел ангела, совершающего с ним литургию. Имел он и тот дар, что по внешнему виду прозревал внутренние движения духа и узнавал помышления человеческие, злые и добрые. Когда братья причащались божественных тайн, он видел, как, с какой душою причащается кто. Иных видел он просвещающимся от причащения, кои приступали достойно, других же помрачившимися, с лицом как бы умершим, так как они дерзали недостойно. Посему преподобный непрестанно получал всех апостольскими словами. Внимайтесь тщательно, братья, как вы приступаете к причащению. Да искушает себе каждый из вас и така от хлеба до ясти и от чаши до пиет. Яды ибо и пияй недостойно, суд себе яст и пиет. Ибо сия святыня приуготовлена для святых, а не для оскверненных. И если вы имеете чистую совесть, то приступайте к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Когда святейший Венарий снова занял свой престол и стал исправлять возникшие в церкви беспорядки, царица Евдокия, увлеченная вышеупомянутым феодосием в Евтихию ересь, колебалась в мыслях, не зная, какого держаться исповедания, и послала в Антиохию преподобному Симеону Столпнику, прося у него полезного совета и наставления. Он же написал ей следующее. Знай, что дьявол, видя богатство твоих добродетелей, просил, дабы сеял тебя, как пшеницу, и через того губителя, феодосия, растлил твою боголюбивую душу. Но дерзай, ибо не оскудела вера твоя. Я же весьма удивляюсь тому, что, имея источник вблизи, пренебрегаешь им и тщилась почерпнуть той же воды издалека. Ты имеешь там богоносного Ефимия, следуй его учению и спасешься. Получив от преподобного Симеона такое послание, царица немедленно стала расспрашивать о преподобном Ефимии. Узнав же, что он никогда из пустыни не выходит в город, она задумала выстроить столб в восточной пустыне на высоком холме в расстоянии тридцатиста лет от лавры Ефимовой, чтобы иметь возможность там часто видеть преподобного и услаждаться его поучениями. Быстро и устал тот, она поселилась в нем в уединении. Она послала к преподобному Ефимию, вышеупомянутого Анастасия, бывшего тогда хор епископом, после Пассариана, и Косму крестохранителя, умоляя, чтобы он позволил ей видеться с ним. Они же, пришедшие, не нашли его в лавре, ибо он давно уже ушел в Ругу. Взяв с собой преподобного Феоктиста, они пошли с ним в ту пустыню и, нашедшие его, много умоляли идти к царице, спасти ее заблудшуюся душу, и лишь с трудом убедили старца идти к ней. Увидев великого Ефимия, царица весьма обрадовалась и, припав к его честным ногам, сказала, — Ныне я узнала, что Бог возрел на мое недостоинство. Старице, достаточно наставив ее касательно православия, завещал держаться святых четырех теренских соборов — Никейского, собравшегося против Арии, Константинопольского, против Македонии, Ефесского, Нанистория и Халкидонского, Надиаскора и Евтихия, и повелел примириться с патриархом Евенарием, с которым она прежде боролась. Сказав много другого на пользу ее, он благословил ее и, помолившись о ней, ушел. Царица же приняла его слова, так как они были произнесены из уст Божьих, и постаралась исполнить их на деле. Тотчас пойдя в Святой Град для примирения со святейшим Евгенарием и явно отвергнув ересь, она вошла в общение с Православной Церковью. Увидев это, весьма многие из мирян и иноков, которые были прельщены Феодосием, по примеру царицы, обратились к Православию. На восемьдесят втором году жизни Ефимия пришел в лавру его блаженной Савва, бывший еще юным. Старец, приняв его, отослал его в Нижний монастырь к преподобному Феоктисту и предсказывал о нем, что в скором времени он просияет в иноческом житии более других, что и сбылось, как это видно из жития преподобного Саввы. Еще пришли тогда к преподобному Ефимию Мартири Каппадокии с родом и Ирия родом араб. По убиении же Маркияна Тимофей Елур поднял в Египте смятение и мятеж, во время которого был убит и святейший Протерий Патриарх Александрийский. Не вынося сего мятежа, Мартирий и Ирия ушли из Египта и притекли к великому Ефимию, как к небурному пристанищу. Преподобный оказывал им любовь и почтение. Он провидел, что оба в свое время будут занимать престол апостола Якова, брата Господня в Иерусалиме. Он брал их с собою и в пустыню Кутилийскую, и в Рубийскую вместе со святым Ерасимом. И там пребывал с ними по обычаю своему до недели ваи. Каждый воскресный день преподобный совершал божественную литургию, и великие те отцы причащались из его рук причистых тайн. Вскоре после того в царствовании Христолюбивого льва, вступившего на престол после Маркиана, святейший патриарх Ювеналий умер. По его смерти общим советом всех единодушно был избран Анастасий, бывший прежде сосудохранителем и епископом. И исполнилось пророчество преподобного Ефимия, которое он изрек, когда посетил его Анастасий, и святой прозорливыми очами увидел его в патриаршей одежде. Вспомним об этом. Анастасий послал к святому честных клириков со следующими словами. — Вот, отче, ныне исполнилось твое пророчество. Умоляю тебя, позволь мне прийти к тебе, приветствовать твою святыню. Преподобный Ефимий отвечал на это так. — Я всегда желаю видеть ваше свидетельство и получать пользу от беседы вашей. Но так как первый приход ваш к моей худости был тихий и имел мало спутников, а нынешний ваш сан требует, чтобы с вами шло множество сопровождающих, то посему приход вашего блаженства превосходит мои немощные силы. Итак, прошу вас, святыню, не трудиться шествовать к моему смирению. Если же изволишь прийти, то я приму с радостью, но тогда я буду должен и других приходящих принимать, и потому мне будет невозможно оставаться на этом месте, вследствие беспокойства от многих приходящих. Услышав об этом и размыслив в душе, патриарх сказал себе, если я пойду, то оскорблю старца, и так не пойду. Однако спустя несколько времени, вызванный нуждою, он ходил к преподобному и виделся с ним. О чем речь после. Блаженная же царица Евдокия создала много церквей, и такое множество монастырей, богоделин и странноприимниц, что трудно их и перечислить. Присозданной ею церкви святого Петра, отстоявшей от лавры Ефимовой приблизительно в двадцати стадиях, она повелела сделать большой и глубокий водоем для приходящих. Во дне пятидесятницы она сама пришла туда посмотреть на работу и послала преподобному, прося его прийти к ней, дабы она сподобилась его молитве и благословения и насладилась его поучением. При этом она еще хотела дать святому пожертвование на общие потребности лавры. Великий же Ефимий отвечал к ней через посланных. — Не ожидая еще увидеть меня во плоти. Ты же, чадо, к чему заботишься о многом? Я думаю, что ты до наступления зимы отойдешь к Богу. Посему потрудись этим летом приготовиться к исходу. А пока еще ты во плоти, не старайся помнить меня ни письменно, ни без писания, ни о подаянии нам чего-нибудь, ни о взаимании. Но когда отойдешь к владыке всех, то там вспомни меня, дабы и меня принял с миром, когда восхочет человеколюбие его. Услышав это, блаженная Ирдокия весьма воскорбела, в особенности при словах «не старайся помнить меня ни письменно, ни без писания», ибо она хотела оставить ему по завещанию много доходов. Поспешно придя в Святоград Иерусалим, она передала патриарху Анастасию слова Ефимия. В то время царица сооружала церковь во имя святого первомученика Стефана. И когда храм был еще не окончен, повелела осветить его 15 июля, отделив ему большие доходы. Потом она обошла все церкви, ею созданные, присутствуя при их освящении и отделяя для каждого достаточного количества доходов. По истечении четырех месяцев, по освящении церквей, благочестивая царица Евдокия предала душу свою в Руце Божией. В девятидесятый год жизни великого Ефимия преподобный феоктист заболел тяжкой болезнью. Преподобный Ефимий пришел посетить болящего феоктиста и дать ему последнее целование, и прибыл в мастыре том несколько дней, ожидая кончины друга и спостника своего, чтобы предать тело его погребению в той болезни. Блаженный феоктист скончался третьего сентября. Патриарх Анастасии, узнав о кончине феоктиста и о том, что святой Ефимий находится там, поспешно вошел с клиром своим под тем предлогом, что хочет предать погребению блаженного феоктиста, но более ради того, чтобы видеть и целовать святого Ефимия. Увидав его, патриарх взял его за руки и облобызал, говоря. Давно я хотела облобызать ей святые руки, и вот ныне сподобит меня Бог. А теперь прошу тебя, честный отче, помолись о мне Господу, чтобы исполнившееся на мне твое пророчество сохранилось до конца. Ты же часто пиши мне, наставляя меня управлять Христовой Церковью, ибо я вижу в тебе действия даров Божьих, и на себе испытал их силу. Святой же со смирением сказал, прости меня, святой владыка, прошу твое блаженство вспоминать обо мне в молитвах твоих Богу. Придав место погребению честное тело преподобного феоктиста и насладившись беседою друг с другом, они разошлись. Игуменом феоктистовой Кеновии был поставлен Марин, дядя Теревонов. Муж богоугодный, но спустя два года он скончался, и преподобный Ефимий, пришедший, похоронил его близ преподобного феоктиста. На место же Марина поставил игуменом Лонгина, мужа добродетельного. С этим Лонгином однажды в январе месяце пришел в лавру преподобному Ефимию блаженный Савва, чтобы проводить его уходившую в великую пустыню. Видя готовность Саввы, Ефимий взял его с собою на подвиги пустынические. Когда они ходили в руве по местам безводным, Савва сильно возжидал от труда и не мог идти далее, потому что из немог от жажды. Тогда преподобный Ефимий, жалившись над ним, молитвою извел воду из сухой земли, как о том написано в житии преподобного Саввы. После многих и бесчисленных своих трудов преподобный Ефимий приблизился к блаженной кончине Саввы, которую провидел по Божественному Откровению. В один год, когда наступило время его обычного удаления в пустыню, восьмой день праздника Богоявления Господня, то есть 14 января, братья, собравшись, пришли к преподобному, одни, желая проводить его, другие, ожидая идти с ним, среди них был Мартирий и Илья, пришедшие из Дмитрии. Видя, что преподобный не приготовляется в путь и не делает никаких распоряжений относительно того, кто из в лавре, они спросили его, — Разве ты завтра не уходишь с честного отча в пустыню? Святой отвечал, — Эту неделю я остаюсь с вами в лавре, в субботу же в полночь расстанусь с вами. Святой сказал это, предсказывая братьям время своего отшествия к Богу. Но они его не поняли. На третий день, 17 января, наступила память преподобного отца нашего Антонио Ефимий, приказал, чтобы в церкви совершено было всеночное бдение. По совершении бдения, созвав пресвитеров лаврских к алтарю, преподобный сказал им, — Отныне, братья, — Я не совершу с вами ни одного бдения, ибо зовет уже меня Бог из временной сей жизни. Посему пришлите ко мне до Митиана, а утром пусть соберутся сюда вся братья. Услышав это, пресвитеры зарыдали, и немедленно стало известно братьям, сказанные великими Ефимием. Утром все собрались к преподобному, и он начал говорить им так. Отцы и братья мои, и чадо, возлюбленные о Господе, я отправляюсь в путь отцов моих. Вы же, если любите меня, блюдите заповеди мои. Более всего приобретайте чистую любовь, которая есть союз совершенства. И как невозможно есть хлеб без соли, так невозможно управить добродетель без любви, ибо всякая добродетель оказывается крепкой и постоянной любовью и смирением. Смирение возносит радеющего о нем на высоту добродетелей, а любовь крепко держит и не допускает с высоты то и упасть вниз, ибо любы не коли же отпадает. И что любовь выше смирения, это ясно из примера самого Господа нашего, ибо ради своей любви к нам он добровольно смирился и стал человеком, как и мы. Посему мы должны непрестанно исповедоваться ему и воссылать хвалы, в особенности же мы, отрешившиеся от всего мятежного мира. Каждый из вас да внимает в себе братья и да соблюдает в чистом теле и душу. Обычных собраний церковных никогда не оставляйте. Все предания и уставы монастырские тщательно сохраняйте. Бедствующим в напастях по силе помогайте. Если кто из братьев борется с нечистыми помыслами, того непрестанно наставляйте. Поучайте, утверждайте, дабы непреткновен был он дьяволом и не пал бы. В сию же последнюю присоединяю вам заповедь. Ворота монастырские пусть никогда не будут заперты для приходящих, но да будут всегда открыты для странников. И самая кровля да будет у вас общая со странниками, и все, что имеете, предлагайте нуждающимся. И тогда свыше вам от Бога будет подаваться изобильное благословение. Заповедав все это братьям, преподобный Ефимий спросил их, кого после него желают иметь своим пастырем. Они же единогласно назвали Домитиана. Но святой сказал, что это невозможно, ибо Домитиан после меня недолго останется в жизни сей, но в седьмый день пойдет за мною. Пораженные таковым дерзновением и ясным пророчеством святого, братья избрали Илью, родом происходившего из Иерихона, эконома Нижнего монастыря. Ефимий, обратившись к нему, сказал, — Вот все отцы выбрали тебя пастырем себе и наставником, посему внимай себе и всему стаду твоему. Преподав ему много наставлений и получив его относительно руководства братьями, преподобный предрек о некоторых обстоятельствах, имеющих совершиться в его монастырях по его смерти. Потом сказал следующее, последнее слово. — Если я обрящу дерзновение пред Богом, прежде всего буду просить у Него благодати и буду с вами духом всегда и с желающими подвязаться здесь после вас до века. Сказав это, преподобный отпустил всех, кроме Домитиана. Он пробыл внутри алтаря три дня и с миром почил в ночь субботнюю и был причтен к своим отцам, прожив на земле девяносто семь лет. Это было двадцатого января. Немедленно весть о кончине преподобного Ефимия разнеслась по всей Палестине и стеклись из всех монастырей и пустынь иноки, среди которых был и великий Ерасим. И собралось великое множество народа. Прибыл и святейший патриарх Анастасий со всем клиром своим. По причине множества народа невозможно было предать погребению честного тела преподобного до девятого часа, пока наконец воины, по повелению патриарха, не отогнали народ, и тело святого было торжественно погребено. Все плакали о разлуке с ним. Особенно неутешно плакали о нем пришедшие из Нитрии Мартирий и Илья, которые впоследствии занимали патриарший престол в Иерусалиме, согласно пророчеству святого. Ибо после Анастасия вступил на престол Мартирий. После Мартирия был Цалюстий, а после него Илья, как о том пишется в житии преподобного Саввы. Блаженный же Домитиан, ученик великого Ефимия, не отходил от гроба Аввы своего шесть дней и ночей. При наступлении же седьмого дня явился ему ночью видение святой Ефимий, радостный, со светлым лицом, и сказал ему. Гряди к уготованному тебе покою, ибо умолен владыка Христос, чтобы ты был со мною. Исполнившись неозреченной радости, Домитиан возвестил о том братьям и, пришедши с весельем в церковь, предал дух свой Господу и погребен был при гробе отца своего. По представлении подобного отца нашего Ефимия, при гробе его совершалось много чудес и подавались исцеления, по слову Бога во святых своих прославляемого отца и сына и святаго духа. Аминь. Святой преподобный Ефимий Великий, моли Бога о нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok